Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы мы не сбились, чтобы мы впитывали познание и следовали за ним с ясным разумом, всем сердцем и всею душою. Я недвижим тем, что вижу, я недвижим тем, что слышу, я недвижим тем, что чувствую, я хожу только верую, а я верю только Слову Божьему. Важно не то, насколько велика ваша вера, а то, кто стоит за ней, сам Господь. Позвольте сказать вам одну вещь. Вниз по течению может плыть любая мертвая рыба. Но плыть против течения сможет только живая. Если ваша вера не укоренена достаточно глубоко в Сыне Божьем, если ваше посвящение не искренне, если послушание не полно, то вы не устоите в испытании. Вы поплывете вниз по течению жизни, как мертвая рыба. Вы не сможете побороть обстоятельства. Но именно победа в этой борьбе созидает характер верующего, утверждает его свидетельства, приносит радость Господу и людям. Ранние христиане приветствовали друг друга словом Маранафа, что означает «Господь грядет». Они получили утешение, когда им пришлось столкнуться с преследованием. Престолы королей того времени мало что значили по сравнению с престолом их царя и Господа. Его приход приближается. Давайте жить в любви, мужестве и спокойной уверенности. Бог хочет, чтобы у вас все было хорошо. Бог хочет, чтобы вы процветали. Бог хочет видеть вас полноценной личностью. В разные периоды жизни человек так или иначе бывает вынужден делать серьезный выбор. Эти ситуации знакомы каждому. Многие из нас в итоге начинают понимать, что наши собственные решения определяют направление жизни и ее события. Это неизбежный факт бытия. И чаще всего, чтобы сделать правильный выбор, нужно видеть невидимое. Нужно видеть судьбу, определенную для вас Богом. Бодрствуйте, чтобы видеть невидимое. Тогда вы сможете быть уверены в способности совершать невозможное. Настоящая вера не робкого десятка. Настоящую веру ничем испугать невозможно. Настоящая вера не принимает «нет» в качестве ответа. Настоящая вера прорвется через любые препятствия и прикоснется к сердцу самого Спасителя. Я не беспокоюсь о том, что вечные цели Бога исполнятся после нашего ухода. Я знаю, что если мы повинуемся Богу, то станем участниками конечной победы. Я не утверждаю, что обладаю чудодейственной силой, чтобы исцелить любого страждущего. Все, что я делаю, это побуждаю людей присоединиться к работе Божьей и убеждаю в том, что вера в Бога приносит исцеление в тех случаях, где медицина бессильна. Вы можете реализовать свой потенциал по максимуму только в том случае, если станете цельной личностью с духом, душой и телом, работающих в гармонии. Я часто повторяю, что живу чудом. Я говорю чудом. Живу чудом. Уберите из Орла Робертса чудеса, и его не станет. Ваша вера начинает двигаться, действовать, когда сила Божья сверхъестественным образом лишает вас сомнений и наполняет знанием. Вы входите в состояние знания, что вы знаете то, что вы знаете. В этот момент вы не можете сомневаться. Сегодня с тобой произойдет что-то хорошее. Вера, это не то, что вам нужно получить. Это то, что вы как рожденное свыше Дитя Божье уже имеете. Действуйте в соответствии с этим, отдавая это Богу. Вот когда начинается ваше исцеление. Давайте спланируем свое будущее так, чтобы мы могли наилучшим образом верно служить Христу на протяжении десятилетий. Но давайте также жить каждый день, чтобы быть готовыми к внезапному явлению нашего Господа. Бог может приумножить лишь то, что вы отдаете. Если же вы отдаете ничто, тогда это и останется ничем. Все, что умаляет жизнь или приносит смерть, исходит от дьявола. Помните, Библия говорит о смерти не как о друге, а как о враге. Это последний враг, и даже он был преодолен жизнью и воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Все благое и доброе от Бога. У вас есть это чудесное право на настоящие Божьи обетования, которые предназначены лично для вас и ваших близких сейчас. Мы никогда не должны упускать из виду силу помазания, которое Бог имеет для нас. Прежде чем я попытаюсь что-то сделать для Бога, я взываю в молитве о Его помазании. Бог никогда не исчезает из поля зрения человека, пока он не перестанет молиться. Так что держите молитву свежей в своей жизни каждый день и утверждайте эту истину. Бог контролирует всю мою жизнь. Продолжайте изучать Слово, продолжайте слушать Святого Духа, который в вас, и продолжайте проповедовать, как и сейчас, пока не придет время Господа. Просто не забывайте повиноваться Богу и оставаться маленьким в своих глазах, и Бог благословит мир через вас. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Господь повесил землю над пустотою ни на чем. И Бог напомнил мне другой отрывок из послания к евреям, где сказано, что Бог устроил миры своим словом и сотворил все то, что мы видим вокруг себя, из невидимого. Если вы когда-нибудь почувствуете, что не можете сделать многого для Бога, потому что обладаете малым, перестаньте волноваться. С Богом вы можете все, потому что Библия говорит, что Он называет несуществующее, как существующее. Бог хочет, чтобы каждый из нас очнулся и увидел, что Он есть. Только Бог может показать нам, как избежать ловушек в жизни. Бог знал нас до нашего рождения и запланировал нашу жизнь и карьеру. Слушая его, мы найдем свое место, и оно будет наилучшим из всех возможных. Я понял, что у Бога есть для каждого конкретное призвание, конкретная цель жизни, и мы должны узнать ее и исполнить во всех сферах. Вера — это не то, что вы получаете, это то, что вы уже имеете. Вера — как нефть в земле, которая находится там все время, ожидая нефтяников с их мощными бурильными установками, при помощи которых они делают скважины и высвобождают скопившиеся запасы с силой, устремляющейся вверх. В своем служении я делал нечто похожее, высвобождал веру для принятия чуда. Чудеса каждый день или приходят к вам, или проходят мимо вас. Ожидайте, чтобы вы узнали чудо и приняли, когда Господь пошлет его к вам. Чудо обязательно придет, но если вы его не ждете, оно пройдет мимо, а вы будете недоумевать, почему Бог не посещает вас в вашей нужде или неприятности. Я верю, что весь смысл христианства сводится к послушанию Божьему призванию и к использованию всей нашей веры без остатка. Вы можете выбрать, ожидать худшего или высвободить свою веру и совершить для Бога самое лучшее. У Бога на все есть свое время. Если ты принадлежишь Ему, и если ты до конца повинуешься Ему, Он восполнит любое количество времени, которое может вначале показаться потерянным. Бог найдет дорогу даже там, где, кажется, ее вовсе нет. Вы можете положиться на Него. Не сдавайтесь, что бы вы ни чувствовали. Не действуйте поспешно. Думайте о долгосрочных последствиях ваших поступков. Помните, что вы можете положиться на Бога и прорваться. Вера найдет выход. Когда противостояние накаляется, пребывайте в Божьем Слове. Самое безопасное место в нем. Говорю вам на основании горького опыта. Люди подведут вас. Бог – ваша единственная надежда и опора. Я постоянно говорю себе «Бог – мой источник». Я знаю точно, чудо разрешает проблемы. Думаю, именно поэтому я постоянно повторяю «Ожидайте чудо». Мне пришлось воистину жить этими словами. Я видел, как Бог берет крупные беды и несчастья, которые могли бы заставить меня бросить служение, и обращает их в великие чудеса одним прикосновением своей могущественной руки. Вы, может быть, прямо сейчас чувствуете себя, как в горящей печи. Печь может быть разной. У меня своя переплавка. У вас своя. Но вы прямо сейчас, возможно, страдаете, чувствуете угрозу. Вы уже готовитесь сделать что-то, что подорвет ваши отношения с Богом, ослабит веру, поможет дьяволу одержать верх, хотя, вероятно, на время вы в чем-то выиграете. Но Бог знает, что если вы пойдете на компромисс, то потеряете то, что надеялись с помощью этого компромисса получить. И Бог знает, что если вы откажетесь идти на компромисс, то какими бы мрачными обстоятельства ни казались, каким бы близким ни выглядело поражение, какими бы тяжкими ни были лишения, в результате вы победите. Бог поднимет вас. Бог воздаст вам в семь раз больше того, что дьявол украл. Я скажу так. Жизнь по вере, жизнь победителя. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. Субтитры создавал DimaTorzok